Седьмой класс, 37 серия. Решение задач с помощью систем уравнений. Прежде всего надо ввести обозначение, обозначить что-то за х, что-то за у, составить систему уравнений, решить эту систему, но затем вернуться к условию задачи и записать ответ. Давайте рассмотрим на примере. Такая задача. Отец старше дочери на 26 лет, а через 4 года будет старше ее в 3 раза. Сколько лет отцу, сколько лет дочери? Давайте за х обозначим возраст отца, х лет отцу, а дочери и у лет. Так как отец старше на 26, первое уравнение системы х-у равняется 26. Разность возрастов 26. Что будет через 4 года? Через 4 года отец будет старше на 4 года, и дочь будет старше на 4 года. Ей будет у плюс 4. А если мы сравним возраст отца и возраст дочери, то отец будет в 3 раза старше. Значит, возраст дочери надо умножить на 3. Вот второе уравнение системы. Теперь надо решить эту систему. Раскрываем скобки, упрощаем второе уравнение. Теперь можно решить либо способом подстановки, либо способом сложения. Можно, например, первое уравнение системы домножить и левую часть, и правую на минус 3, а затем сложить, методом сложения решить. Вот складываем левую часть с левой. Получится минус 2х, а правую часть с правой. Получится минус 70. Значит, х равен 35, отцу 35 лет. А теперь надо найти возраст дочери. Вот, например, из первого уравнения. Зная х, можно найти у. у равен 9. Так, следующая задача. Сумма двух углов треугольника равна 130 градусам. Один из этих углов меньше другого на 30 градусов. Найдите углы треугольника. Итак, сумма двух углов – 130. Один больше другого на 30. За х мы обозначим больший из этих двух углов, а за у тот, который меньше. Можно решить способом сложения. Складываем и сразу получаем значение х. Значит, 2х равняется 160 градусов. Значит, х равен 160 делим на 2. Это будет 80. Х равен 80. Теперь надо найти второй угол. Второй угол меньше на 30. Значит, у равен 50 градусам. Так, вот мы нашли второй угол. Вот, треугольник имеет 3 угла. И сумма внутренних углов треугольника – 180 градусов. Значит, можно назвать градусную меру и третьего угла. Если из 180 вычесть первый угол, второй, то как раз получится градусная мера третьего угла. Значит, третий угол – 50 градусов. Так, задача вторая. По течению реки катер проходит 44 километра за 2 часа, а против течения – 54 километра за 3 часа. Найдите собственную скорость катера. Собственная скорость – это скорость стоячей в воде. Давайте за х обозначим собственную скорость, а за у – скорость течения реки. Когда катер идет по течению, его скорость – х плюс у. И за 2 часа он проходит 44 километра. Вот по формуле пути. Скорость умножаем на время и получаем пройденный путь. Когда катер идет против течения, его скорость – х минус у. Собственная минус – скорость течения реки. За 3 часа он проходит путь 54 километра. Так, уравнение системы составлено. Система состоит из двух линейных уравнений. Осталось решить эту систему и назвать значение х, у. Итак, можно разделить на 2. В первом уравнении левую и правую часть. И уравнение принимает вид х плюс у равняется 22. Так, а второе уравнение, если мы внимательно посмотрим на числа 3, а здесь 54, можно разделить на 3 обе части. Получится х минус у равняется 18. Так, а дальше решаем, например, способом сложения. Можно сложить левую часть с левой, правую с правой. И сразу находим значение х. 2х – это 40. Значит, х равен 20. Значение х – это собственная скорость. То есть мы уже ответили на вопрос задачи. Собственная скорость катера – 20 км в час. Ну, а скорость течения реки будет 22 минус 20 – 2 км в час. Итак, собственная скорость – 20 км в час. Задача третья. Сумма двух чисел равна 200. Если первое число уменьшить на 50%, а второе – на 20%, то сумма полученных чисел уменьшится на 88. Найдите значение чисел после их уменьшения. Ну, давайте за х обозначим первое число до уменьшения, за у – второе число до уменьшения. И сумма этих чисел – 200. Так, первое уменьшается на 50%. Значит, первое число будет 0,5 умножить на х. Это 50% от х. А второе уменьшится на 20%. Значит, 0,8 умножить на у – это уменьшение на 20%. Сумма станет меньше на 88. 200 минус 88 – это 112. Итак, система составлена. Осталось решить эту систему и назвать значения х и у. Можно, например, решая систему, второе уравнение домножить на 10, так, чтобы не было дробных коэффициентов. А затем способом подстановки, например, найти значения х и у. Итак, х – 160, у – 40. А вопрос задачи – найдите значения чисел после их уменьшения. Значит, 50% от х – это 80. Вот это первое число после уменьшения. Ну, а теперь осталось найти 80% от 40. Это будет 32. Значит, ответ – 80 и 32. Продолжение следует...